ТЕМАТИКА ГИПЕРЗВУКА История освоения сверхзвуковой скорости пилотируемыми летательными аппаратами началась в 1943 году. Тогда военно-воздушные силы Соединённых Штатов совместно с Национальным консультативным комитетом по аэронавтике договорились о создании экспериментального самолёта, способного преодолеть звуковой барьер. Его разработку поручили американской компанией «Белл». Созданные по этой исследовательской программе первые два самолёта получили обозначение «ХС-1», но довольно быстро буква «С» из названия исчезла. Поскольку турбореактивные двигатели в то время ещё не могли обеспечить необходимую тягу, самолёты решили оснастить ракетными двигателями. В ожидании начала их поставок фирмы-изготовителям, инженеры компании «Белл» предложили начать лётные испытания без них, используя для доставки на высоту переоборудованный тяжёлый бомбардировщик Б-29. Достигнув определённой высоты, «Х-1» отделялся от носителя и совершал планирующий полёт. Таким образом, специалисты «Белл» хотели лишний раз убедиться, что самолёт пригоден для исследований. Это решение в дальнейшем станет определяющим вкладом в общий успех программы. Рассчитанный на классический старт с Земли, «Х-1» тратил большую часть топлива на набор высоты и разгон. Достижение сверхзвуковой скорости в таком случае становилось трудновыполнимой задачей. Другое дело — старт с самолёта-носителя. В этом случае при отделении уже сообщена приличная скорость и баки полностью заправлены. Все рекордные полёты программы были выполнены именно с помощью воздушного старта. Первый опытный самолёт «Х-1» преодолел скорость звука осенью 1947 года. Через полтора года, когда его ресурс был полностью выработан, на его счету значился рекорд скорости 1,41 маха и максимально достигнутая высота почти 22 тысячи метров. Военно-воздушные силы, воодушевлённые такими успехами, заказали фирме «Белл» ещё четыре модернизированных самолёта «Х-1». Началась погоня за большими числами маха и высотой полёта. В результате удалось достичь скорости в 2,5 раза превышающей звуковую и подняться на высоту 27,5 километров. Собранные данные по программе «Х-1» оказали большое влияние на облик истребительной авиации США второй половины XX века. Не дожидаясь окончательного завершения этой программы, военные совместно всё с тем же Комитетом по аэронавтике в 1949 году дали старт следующему проекту. Основной его целью было исследование физических процессов, которые возникают при полётах на тройной скорости звука. Экспериментальные самолёты, созданные в компании «Белл» по этой программе, получили обозначение «Х-2». В отличие от прототипов «Х-1», они имели стреловидное крыло и более мощный ракетный двигатель с возможностью регулирования его тяги. «Х-2» запускались только при помощи воздушного старта с самолёта-носителя, в качестве которого выступал переоборудованный бомбардировщик «Боинг-Б-50». К большому разочарованию заказчиков история проекта оказалась недолгой. Оба самолёта были потеряны. Первый сгорел в воздухе вместе с носителем весной 1953-го. Второй, что символично потерпел катастрофу в заключительной фазе полёта осенью 1956 года, когда был установлен рекорд скорости. «Х-2» смог набрать 3,2 маха на высоте 20 000 метров, что в переводе на более понятные единицы исчисления – 3399 километров в час. За три недели до катастрофы был обновлён рекорд высоты полёта, установленный ранее на одном из прототипов «Х-1». Лётчику-испытателю на «Х-2» удалось подняться на 38,5 километров. После гибели обоих самолётов компания «Белл» попыталась использовать прототип «Х-1Е» для достижения тройной скорости звука, чтобы продолжить исследование. Но эта идея ожидаемых результатов не принесла. Самолёт Е-2 смог набрать чуть больше двух махов. История пилотируемых полётов на больших числах маха на этом не закончилась. Напротив, пока в компании «Белл» работали над проектами «Х-1» и «Х-2», в недрах Национального консультативного комитета по аэронавтике зрели намного более амбициозные планы. Там планировали создать экспериментальный летательный аппарат, способный достичь верхних слоёв атмосферы на гиперзвуковой скорости. После согласования требований с военными, которые также были заинтересованы в подобных исследованиях, появилась программа, которая получила обозначение «Х-15». С помощью созданных по этому проекту пилотируемых летательных аппаратов должен был изучаться целый спектр проблем различного направления. Среди самых важных — это влияние больших скоростей и высоких температур на материалы, из которых изготавливается планер, отработка надёжной работы контрольно-измерительной аппаратуры и бортовых систем летательного аппарата, реакция человека на состояние невесомостей, возникающей перегрузки при пилотировании и изучение физических свойств верхних слоёв атмосферы. По результатам проведённого конкурса среди авиастроительных компаний, в ноябре 1955 года с фирмой «Норд Американ» был заключен контракт на постройку трёх пилотируемых летательных аппаратов «Х-15». По прошествию трёх с половиной лет в июне 1959-го начались лётные испытания. «Х-15» представлял собой средний план с прямым трапециевидным крылом и развитым хвостовым оперением, оснащённый одним ракетным двигателем. По задумке конструкторов, ракетоплан потенциально мог развивать скорость до 6 махов и совершать контролируемый полёт на высотах до 80 км. Для того, чтобы одинаково эффективно управлять им в плотных слоях атмосферы и на сильно разреженных больших высотах, управление сделали комбинированным. На высотах до 35 км «Х-15» совершал манёвры при помощи аэродинамических поверхностей. Тонкое прямое крыло размахом всего 6,8 м оснастили закрылками небольшой площади. В хвостовой части ракетоплана разместили управляемый стабилизатор, плоскости которого установлены под отрицательным углом к базовой горизонтальной плоскости. «Х-15» оснащался основным и подфюзеляжными килями. Они состояли из двух секций — неподвижной околофюзеляжной и поворотной концевой. Перед посадкой поворотная часть подфюзеляжного киля сбрасывалась и опускалась на парашюте. Таким образом её можно было использовать повторно. Особенностью обоих килей была их клиновидная форма, которая обеспечивала устойчивость «Х-15» на гиперзвуковых скоростях. Для эффективного торможения в плотных слоях атмосферы неподвижные части килей оснастили тормозными щитками. На высотах свыше 35 км, где аэродинамические поверхности уже теряют свою эффективность, ракетоплан управлялся с помощью реактивных сопел. Те, что были размещены в концевых частях крыла, отвечали за управление по крену, а находящиеся в носовой части отвечали за управление по курсу и тангажу. В качестве топлива для этой системы использовалась концентрированная перекись водорода, которая при разложении распадается на кислород и перегретый пар. «Х-15» оснащались одним ракетным двигателем XLR-99 производства компании Reaction Motors. Его максимальная тяга достигала 26 тонн. Двигатель работал на аммиаке и жидком кислороде, которые размещались во внутренних раздельных баках. При полной заправке в сумме они вмещали до 8,5 тонн топлива. Этого запаса хватало для работы XLR-99 на протяжении 85 секунд при использовании максимальной тяги. Поскольку во время полёта на гиперзвуковых скоростях был неизбежен чрезвычайно сильный нагрев поверхностей, к материалам планера предъявлялись особые требования. Там, где требовалась высокая прочность, применялись сплавы из нержавеющей стали и титана. Наибольшее применение нашли материалу под названием Inconal X. Этот особый сплав хрома и никеля, способный выдержать нагрев до 600 градусов Цельсия и выше, широко использовался в конструкции X-15. Дополнительно на планер наносилась специальная чёрная краска, способная кратковременно выдержать сильный нагрев. X-15 управлялся одним лётчиком, одетым в специальный герметичный вентилируемый скафандр. На случай аварийной ситуации в кабине разместили катапультируемое кресло, которое обеспечивало покидание ракетоплана на скорости вплоть до 4000 км в час и на высотах до 35 км. Сложно представить, что бы произошло с лётчиком при катапультировании в таких условиях. Впрочем, оно так ни разу и не использовалось. Пилот управлял X-15 при помощи центральной ручки и педалей, воздействуя тем самым на подвижные части аэродинамических поверхностей. На больших высотах задействовалась реактивная система управления, ручки манипулирования которой были размещены слева и справа от лётчика. Кабина пилота оснащалась дополнительной системой охлаждения на жидком азоте, чтобы отводить тепло от раскалённого лобового стекла. X-15 имел трёхопорное шасси, которое выпускалось под действием силы тяжести. Передняя стойка двухколёсная, основные опоры оснащались стальными лыжами. В качестве самолёта-носителя выбрали реактивный бомбардировщик Boeing B-52. По сравнению с поршневыми B-29 и B-50, которые использовались для проектов X-1 и X-2, он обладал значительно большей скоростью и высотой полёта. Для участия в программе привлекли два бомбардировщика, которые получили обозначение NB-52A и NB-52B. Для подвески X-15 на правой консоли крыла между фюзеляжем и ближайшей к нему парой двигателей установили специальный пилон. Также пришлось сделать небольшой вырез в механизации крыла под вертикальный киллера кетоплана. Это сделали в том числе и потому, что X-15 пришлось немного выдвинуть вперёд, для того чтобы лётчик мог безопасно катапультироваться, не задев при этом крыло самолёта-носителя. Во время полёта к месту старта часть запасов окислителя на ракетоплане успевала испариться. Поэтому на самолёте-носителе были установлены дополнительные баки с жидким кислородом, питающие X-15 до разделения. Сценарий подавляющего числа экспериментальных полётов был следующим. Самолёт-носитель набирал высоту до 13,5 км и скорость около 850 км в час, после чего происходил сброс ракетоплана. Через 2-3 секунды после отделения включался ракетный двигатель. Затем лётчик X-15 устанавливал необходимый угол тангажа и выдерживал его вплоть до прекращения работы двигателя. Далее ракетоплан летел по баллистической траектории с сообщённой скоростью. В случае, если полёты выполнялись на большую высоту, лётчик находился в состоянии невесомости. Обычно этот период длился около 2-3 минут. При входе в плотные слои атмосферы, X-15 гасил скорость при помощи тормозных щитков, а затем совершал посадку на дне высохшего озера. А теперь к самому интересному. Официально лётные испытания по программе X-15 стартовали 8 июня 1959 года, когда ракетоплан впервые отделился от самолёта-носителя и совершил планирующий полёт с выключенным двигателем. В следующем полёте 17 сентября того же года его впервые включили. X-15 поднялся на высоту 15 км и преодолел двойную скорость звука. Результаты полётов в следующие полтора года оставались примерно на этом же уровне. Двигатель XLR-99 был готов только в ноябре 1960 года, а до этого в качестве временного решения использовалась пара XLR-11, которые устанавливались на прототипы X-1. В 1961 году ввели в строй все три X-15 и оснастили штатными двигателями XLR-99. Испытания пошли полным ходом. Уже к лету 1962 года были достигнуты скорости полёта около 6 махов и максимальная высота 75,2 км. На этом первый этап испытаний был завершён. X-15 полностью подтвердили свой потенциал и руководители проекта начали готовить новую программу испытаний. Подготовка не заняла много времени и уже во второй половине этого же года полёты возобновились. Особый акцент ставился на покорение всё больших высот, что вскоре и было сделано. Летом 1962 года на третьем прототипе была достигнута высота почти 96 км. Год спустя на нём же был установлен неофициальный рекорд высоты для пилотируемого летательного аппарата – 107,9 км. Подготовка к рекордным скоростям полёта потребовала особого подхода. В конце 1962 года после аварийной посадки второй экземпляр X-15 был отправлен на существенную доработку. Его фюзеляж стал длиннее на 74 см. Появились два дополнительных сбрасываемых топливных бака, которые позволяли увеличить работу двигателя до 150 секунд. До борту появилась существенно модернизированная система управления, придающая ещё большую стабильность на гиперзвуковых скоростях. Лётные испытания обновлённого второго прототипа X-15 начались летом 1964 года. Через какое-то время на него нанесли специальное многослойное теплоотражающее покрытие, которое имело базовый розовый цвет. Финальный верхний слой оказался белым и скрыл весьма непопулярный в авиации цвет. Это покрытие уберегло планер во время рекордного полёта, который состоялся 3 октября 1967 года. X-15 на высоте 31 км удалось разогнать до скорости 7274 км в час. Хотя специальное покрытие и помогло сохранить планер, это был последний полёт второго прототипа. Через некоторое время покрытие удалили, а сам ракетоплан отреставрировали. И с тех пор он является экспонатом Национального музея ВВС США на авиабазе Райт-Петтерсон. Аналогичная судьба ждала и первый прототип X-15, который и по сей день является экспонатом Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне. Третий прототип X-15 потерпел катастрофу в ноябре 1967 года. Вероятно, это событие и стало поводом для сворачивания всей программы. В 1968 году первый прототип выполнил всего 8 полётов, после чего финансирование было прекращено и программа X-15 была официально закрыта. В полётах по программе X-15 в разное время принимали участие 12 лётчиков. И как минимум одного вы точно знаете. Это Нил Армстронг. Астронавт официально первый человек, ступивший на Луну. Он выполнил 7 полётов на X-15, но рекордами не прославился. А вот другой пилот Джо Уокер, отобранный для участия в программе от Комитета по аэронавтике, установил рекорд высоты полёта 108 километров. Он стал единственным пилотом X-15, который преодолел линию Кармана, воображаемую линию на высоте 100 километров, которая отделяет земную атмосферу от космоса. Джо Уокер знаменит ещё и тем, что пилотируя истребитель F-104 спровоцировал катастрофу экспериментального бомбардировщика XB-70 «Валькирия». В ней и погиб. Рекорд скорости на белоснежном X-15 установил лётчик военно-воздушных сил Уильям Найт. И этот рекорд не побит до сих пор. Пускай даже его и не признаёт Международная авиационная федерация, по причине того, что X-15 самостоятельно не взлетал, а использовался совместно с самолётом-носителем. Несмотря на довольно высокие риски полётов на гиперзвуковой скорости и больших высотах, программа X-15 понесла только одну потерю. В катастрофе третьего прототипа погиб пилот военно-воздушных сил Майкл Адамс. Хотя рекорды — это неотъемлемая часть больших дел, но всё же самоцелью они не являются. Программа X-15 дала огромное количество знаний в области аэродинамики, материаловедения и термодинамики. Полученные данные широко использовались в самолётостроении и в таких космических программах, как, например, Space Shuttle. В наше время суборбитальные полёты пытаются освоить и коммерческие компании, но это уже совсем другая история. Это канал Авиасмотр. Большое спасибо за внимание и до встречи в новых сюжетах. Субтитры создавал DimaTorzok